Добрый день! Сегодня будем менять воздушный фильтр в OpelCore CD после пробега 14000, в моем случае, в Москве и Московской области. Для этого нам потребуется разводной ключ и набор ключей Torx. В принципе, можете отверткой с соответствующей битой это делать. Рекомендую ознакомиться с руководством в интернете, но сейчас на практике все это сделаем и увидим. Инструкция у нас будет на уровне для дам, поэтому все будет подробно. Откройте капот вот этим рычагом, который находится слева внизу от руля. Дальше вот здесь подцепите и откройте и закрепите вот этим рычагом. Дальше у нас, в принципе, можете не отключать аккумулятор. Дальше у нас находится сама коробка с фильтром. Значит, план такой. Вот здесь вот ослабляем соединение, снимаем эту гофру, которая идет в двигателе. И здесь соединяем вот этот элемент. В принципе, тоже это не обязательно делать, но можно для профилактики вот этот вот темпирующий элемент снять вот здесь вот и промыть. Вот, потому что в нем тоже скапливается пыль. При половинной пробеге я здесь тоже снимал этот фильтр и пылесосил. Сейчас будем менять на новый. Вот, просто берем и откручиваем. Вот, теперь эту штучку можно снять. И дальше с усилием вот эта вот эта штучка, она снимается. Вот, теперь двумя руками это, к сожалению, пришло сделать, а одно не получилось. Сейчас будем вот эти вот винты откручивать. Раз, два, три. И вот четвертый винт. Ключом торекс. Двадцать пятым ключом против часовой они легко откручиваются. После того, как открутили винты, вот это вот так вот наклоняете. И вот наш, собственно говоря, воздушный фильтр. Внешне он здесь кажется, что он абсолютно новый, но вот эти вот микрозагрязнения, они могут быть не видны глазу. Ну, качественный фильтр, он не усох. Здесь дырок не образовалось. Значит, мы его вытаскиваем. Вот, это даже пыль немножко полетела. И смотрите, вот он, видите, даже загрязнен все-таки. Вот, и здесь вот этот весь песок. То есть воздух поступает. И вот здесь, вот видите, вся эта грязь пыль. По-хорошему нужно все это протереть, пропылесосить. Убрать всю эту грязь, чтобы она снова в новый фильтр не летела. Рекомендую это делать, не снимая эту коробку, потому что она очень так нетривиально ставится тут, в эти пазы. Вот, поэтому лучше это пылесосом сделать. Протираем внутреннюю поверхность слегка влажной микрофибровой тряпочкой. Удаляем загрязнение пыль. Вот, желательно иметь какой-нибудь небольшой пылесос для салона, которым тоже можно вот эти загрязнения удалять. Которые вот в дальних углах, куда вы не можете тянуться тряпочкой. Ну, а если у вас нет пылесоса, то просто сильно подуйте на этот песок. Естественно, с закрытыми глазами. Обратите внимание, что старый фильтр немного меньше стал по размерам, чем новый. Либо новый, не совсем стандартный, у нас по размерам. Фильтр помещаем обратно, новый, в посадочное место. Вот, и все операции, которые я до этого рассказывал, в обратном порядке повторяем. Спасибо за внимание. Да, обратите внимание, что фильтры могут быть не идеально квадратными, поэтому проверьте расположение ширины и длины. Вот эти вот полоски бумаги могут быть расположены либо так, либо перпендикулярно. Это важно, чтобы было плотное примыкание и мимо фильтра воздух не шел. Видите, какая грязь высыпалась из фильтра. Вот, сейчас если еще так продолгать. Вот, видите, что творится. Вот, ужас какой.